Итак, открывают серию Гран-при России нынешнего сезона по фигурному катанию. Спортсмены, представляющие танцы на льду и представляющие Нижегородскую область. Елизавета Кириллова и Марк Чагадаев. Это опытные спортсмены, которые имеют опыт выступления на чемпионатах России и тренируются под руководством заслуженного специалиста Кирилла Коновалова. Латина – это основная тема ритмического танца в этом сезоне. Латина – это основная тема ритма. Латина – это основная тема ритма. Латина – это основная тема ритма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы имели возможность сейчас заметить, что спортсмены, открывающие такой серьезный уровень соревнований, больше того, такую серьезную серию, наверное, немножечко переволновались. Они все-таки не так часто выступают на большой арене при серьезном скоплении публики. Но в любом случае пожелаем этим фигуристам удачи. А сами давайте сейчас скажем в первую очередь о неких принципиальных изменениях, которые произошли в правилах. И в первую очередь в оценке за компоненты. Артистическая составляющая в нынешнем сезоне была урезана до трех всего лишь компонентов против пяти еще в прошлом году. И три компонента, по которым теперь арбитры оценивают вторую оценку спортсменов, это композиция, представление и мастерство катания. С какой-то точки зрения, наверное, стало арбитрам несколько легче, но в то же время такое количество подпунктов, что я бы не сказал, что арбитрам незачем слить. Да, я бы как-нибудь в следующий раз обязательно их прочитаю. Но что касается выступления ребят, то оно, конечно, не было безошибочным. Достаточно большое количество ошибок было допущено. И, в общем, конечно, работы предстоит очень-очень много. Но при этом хочется поддержать регионы, хочется поддержать тех, кто продолжает развивать фигурное катание не только в Москве и Санкт-Петербурге, в городах, которые являются законодателями, конечно, моды в фигурном катании. И сказать спасибо большое тренерам и тем, кто поддерживает такие школы региональные, школу Нижнего Новгорода, она, в общем, славится своими результатами. И достаточно плодотворная там работа, поэтому не будем слишком строги к ребятам.